Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Кенши, и наша группа охотников на людоедов уже завершила свою изначальную рулплейную задачу, первостепенную, да, разобраться с людоедами. Я не на запись еще почистил столицу немного, и теперь все основные поселения людоедов полностью зачищены. И здесь тоже. Там еще к некоторым поселениям приписаны отряды в походе, люди в походе, но это уже такое, я думаю, неважно. Тут еще куча лагерей, да, естественно, осталось людоедов и бегают куча патрулей людоедов, но основная задача уничтожить именно основные поселения и столицу у нас была. И с этой задачей мы справились, теперь еще чуточку мы займемся другими делами, мы сходим за Симеоном, тут недалеко и быстренько сдадим его, точно так же, как передали правосудию вождей людоедов, так и Симеона тоже передадим, потому что его мятежные фермеры на нас постоянно нападали, ну и, конечно, мы терпеть такого не будем. И вроде как не хочется Симеона этого отдавать этим самым союзным городам, да, но если бы мятежные фермеры на нас не нападали, у меня к нему проблем бы не было. Но его люди на нас постоянно, постоянно, регулярно, систематически нападают, поэтому, да, не то чтобы я был против, отличные цели для тренировок и для сбора экипировки кое-какой, но, да, они на нас нападают. И после этого мы, наконец-то, уже сможем немного так остепениться, заняться мирными делами и основать свое собственное поселение. В этой серии, я думаю, мы уже заложим начало нашего поселения и дальше будем развиваться уже в этом направлении. Мы уже хорошенько подготовились к этому, я думаю, у нас проведено довольно много исследований в черной садине. Наша группа исследования проводит и навык работы качает, чтобы мы быстрее, эффективнее добывали ресурсы, когда у нас будет поселение. Поэтому, да, сегодня начнем идти уже потихоньку в этом направлении. Но давайте быстренько сходим за Симеоном. А, кстати, вышло небольшое обновление на днях. Была добавлена в игру кинематографическая камера. Мы теперь можем камерой двигать, как нам захочется. С любого ракурса практически можем посмотреть, можно от земли ее оторвать. Наконец-то можно будет, стоя на башне, например, где-нибудь приблизить камеру к персонажу. Потому что она все равно к земле привязана была и нормально к персонажу не приближалась. Вот. И еще один момент. За нами там стоит отряд самураев. И он не просто так стоит. Они решили нас сопровождать. И сопровождать будут еще на протяжении двух дней. Защищают Мрачного Нила. Так как у нас дружеские отношения уже с союзными городами, из-за того, что мы им много вредителей сдали, да, и отношения поднялись за 50. Союзные города в зеленом подсвечиваются уже все. И теперь периодически их бездельничающие патрули будут к нам присоединяться, если мы будем рядом проходить. Они там что-то еще интересное такое говорят, что как-то господином нас называют. Не господином, там как-то по-другому. Милордом. Ну, короче, не важно. Вот, и будут нам помогать. И вот мы уже добрались до форта Симеона, а наш отряд союзных самураев нас бросил. Они немного отстали, пока я сюда бежал. Там зацепились с какими-то рвачами там драться или с фермерами. Вот. Ну, а я решил не останавливаться. Думал, догонят нас. И они на карте зелененькими точечками были отмечены какое-то время. Но... Но, видимо, отстали. Ну, ладно, нам больше экспы достанется. Это тоже весьма хорошо. Так, все. Убавляем немного скорости и пошли разбираться. По экипировке. Да, давайте возьмем, наверное, самую лучшую экипировку. Или... Или не возьмем. В принципе, что, они-то слабые, эти фермеры мятежные. Симеон тоже вроде не шибко там такой. Сильные. А у нас баржа, кстати, уже взрослой стала. Да. У взрослого животного множитель к параметрам 0.64. То есть здесь мы видим текущие фактические статы. Я вот в прошлых сериях, да, не мог понять, как это работает. То есть и почему тут статы разные. А здесь мы видим вроде как, ну, актуальные статы. И сейчас мы на 36% меньше актуальных статов получаем. Поэтому баржа еще пока слабая довольно. Но через какое-то время она станет пожилой. И тогда уже раскроется на полную. И даже больше, потому что на 10% у нее будет бонус к вот этим вот уже характеристикам. И на 10% они здесь будут уже прописаны больше. Единственное, что крепость, да, на крепость эти бонусы не влияют. Вот, крепость как есть 25, так и есть 25. Вот. Ну, в общем. Пошли. А могу я, кстати, сейчас прокрасться? Фонарь надо убрать, да? Для начала. И пойти там кипишу навести, может. Сколько у нас... Меня видят... А, это... Козлы меня эти видят, я понял. Я думаю, кто там сзади такой? Так. Навык убийства 42. Окей. Сейчас посмотрим. Шпоньк. На... 45-50 секунд. Нокаут. Маловато, конечно. Маловато. И дальше он поползет себе своими делами заниматься. Куда бы он там ни полз. Так, Симеон у нас... Бараки. Штаб. Нам в штаб. Маленький козел бегает. Козел заблудился. Беги домой. Беги к маме. Так... Тут не пройти, да? Так просто. А где сам Симеон? Вижу только этих с кастрюлями на голове. А, вот Симеон. Ну, можем этого вырубить. Оп. Не быть мне мастером стелса. Ладно, идем все сюда. Давайте, наверное, я пока поставлю держать позицию, чтобы не разбегались наши ребята. И будем драться. Немного рассредоточимся. Так. И вон Симеон, собственно. Баржу сейчас заведем как-нибудь с тыла. Так. Пошли. О, там их идет нормально так. Ну, давай, баржа. Врывайся куда-нибудь. Давай. К ближайшим, к крайним. 90 урона баржа наносит. Так. Оп. Чарж. В толпу народу. И что-то как-то не ахти там. Где у нас... Что у нас тут вообще происходит? Это капитан Фобос Симеона бьет. Хорошо. Свет выключили. Баржа тащит там всех потихоньку. Опять же, хорошее оружие, я думаю, нам здесь не надо. Дальше тренируем себя. Ловкость. Всем нашим персонажам. Обязательно нужно... Это уже втроем на Симеона мы напали. И даже баржу можем подключить, я думаю. Хотя нет, баржу, наверное, не интересно. Баржа пусть пойдет. Вот этого попинает. О, заблочил баржу, заблочил. Хорошо блочит, смотрите. Баржа ничего не блочит. Все, Симеон пал. Давайте посмотрим, что у нас по... Вот этим ребятам. Есть ли за кого еще может быть награда? Ну, кроме Симеона, понятно. Кажется, ни за кого награды нет. К сожалению. Ну, хорошо. Давайте... Кто у нас? Кто у нас? Кто у нас? Кто у нас? Наверное, Анну возьмет. Нет, не Анну. Анну разговаривать не может. Ну, ладно. Тогда Омега возьмет. Симеона. Так. Тип лезвия 3. Ладно, у него есть кукла. Ну и фигня всякая на самом деле. Люди из грязи. Старый дневник. Многие страницы были вырваны. День выселения. Как я вообще могу тягаться со стоимостью бесплатной рабочей силы? Дочурка оголодала, жена говорит безумные вещи, и отчаяние повергло меня в смятение. Мы теперь слишком кослявы по меркам империи, и утром нам предстоит уйти в пески. Между записями отсутствуют многие страницы. Скорбь по прошлому. Я наткнулся на караван, которым явно попировали рвачи. Повезло мне. Мне хватит материалов и хватит припасов, чтобы протянуть сезон. Если бы только удача пришла чуть раньше. День процветания. Я принял их как собственных детей, изгнанников империи. Я не хочу, чтобы кого-то постигла та же участь, какая постигла меня. Я не прощу жену за то, что она сделала. Но это будет мне уроком. Я прослежу, чтобы непоправимых ошибок больше не совершалось. Будем жить за счет пухлых дворян, которые забирали у нас. Укроемся от наших собственных стен. Подальше с глаз Левиафана. Я буду защищать этих детей, чего бы мне это не стоило. Укроемся от наших собственных стен. Ну ладно. Но мы-то не пухлые дворяне, да? А нападали на нас постоянно. Поэтому никакой жалости. Окей. И давайте посмотрим, что нам тут еще надо сделать. Я бы полутал бы всех этих ребят. Потому что у них... В принципе, эти даже нагруднички по 400. Я, наверное, все пока забираю. И там потом посмотрим. У нас есть место, в принципе, в барже. Что там? Поймали на краже. Майки у этих классные. У нас же качается, правильно? Каждый раз, когда нас... Или когда мы воруем... Воровство 35. 31%. 31% как был, так и остался. Может быть, действительно нужно, чтобы удачные попытки воровства были? Да, давай, что ты. 21% шанс снять с него маечку. Ладно, я могу так сделать. И так уже 100%. Отпустить. 31%. 31%. Даже... Может быть, у мяча там тоже 100% шанс, поэтому это не считалось. А, это Симеон был. У Симеона майка простая была. Давайте мы Симеону первую помощь окажем, естественно, чтобы он не помер. И... Бип тоже сейчас... Ой, стоп, стоп, стоп. Поднять нажал. Не поднять, а... Первую помощь. Так. Может быть, синие будут... Броньки. У этих крепышей было бы неплохо. Да. И оружие тоже, в принципе, неплохо стоит. То есть, это вот 2000 с одного удачного крепыша получается. С неудачных, естественно, поменьше. Можем теперь позицию уже не держать. Пусть тут занимаются, чем хотят ребята. Так, Макс, погоди, погоди. Давай сразу заберем всего этого товарища. Тут еще в зданиях есть... Наверное, как раз из зданий фермера и повыходили. Да, вот отсюда. Да, пошли выходить. И еще есть бараки, в которых тоже... Есть... Крепыши те же даже. Так, хорошо. А ну давай сюда. Тут обычные фермеры. Не особо интересные. Но арбалетчик, в принципе, это неплохо. Угу, еще один арбалетчик. Еще один арбалетчик. И еще один арбалетчик. Так, так, так. А ну застрял, кажется. Так, вроде... Из бараков пока никто не выходит. Отлично. Быстренько бинтуемся. Вот он, да. Так, хорошо. Баржи такие положили. О, тут у нас заруба. Что происходит? Козлы напали! Ну, козлы тут разберутся. Я не против. Так. Идем... Сейчас, наверное, первым делом... Лутанем. Здание, где жил этот самый. Мы можем, по-моему, да... О, обмен. Вот, точно. Мне ребята писали, что такая тема есть. Очень удобно. Никогда я не пользовался раньше. Так, тут никого. Пошли по сундучкам. Пройдемся. И по... А, у нас баржа все равно в здание не зайдет, по-моему. Мы ее можем на руках занести. Ладно. Так. Слишком много ничего. Я пока что вижу... Миска... Немного... Риса... Как ты смеешь? Не я начал эту бойню. Так. Ммм... Ну, еду я, наверное, возьму. Я даже не знаю. Бипа покормим. Баржу покормим. Специальный. Тяжелыми болтами стреляет. Ну, берем. Это, в целом, неплохо. Ромпа чем у нас? Ромпа 500. В этих домах ничего интересного, в принципе, не было. Там немножко еды было. Нет, пособирал. И идем теперь... В бараке. Здрасте. Странно, что они на нас не нападают. Они враждебные, да? Но не нападают. Мятежные фермеры минус 75. Ну, мы сюда пришли с вами разбираться. Барж, зайди. Зайди уже. Или Деймос давай. Бери баржу. Нам надо еще все-таки качать ее дальше. Не, выпускай кракена. Не, выпускай кракена. По сундукам давайте сразу тоже проверим. В бочках тут, скорее всего... А, это вместимость 25, но... Ром 1. Тут ничего интересного. О, стоп, 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 стоп. Ага, тоже пустые. Доспешные стенды. Ткань я тоже беру. Ткань нам пригодится. Еще немного еды. Возьмем бипа, покормим. Ну, и, в принципе, все. Сейчас я долутаю вот этих вот ребят и идем возвращаемся в Шоботай. Сдаем Симеона. Забирай. 20 тысяч награды с него получаем. И сейчас нужно дождаться рассвета и попродавать барахлом. Ну, и, собственно, забрать все, что можно из нашего сарайчика. То, что мы там выкладывали. Можно пока пойти в баре что-то попродавать, конечно. Ну, короче, сейчас надо порядок тут навести. Так, и для строительства поселения нам понадобятся кое-какие ресурсы. У нас немного в том городе есть. Я там стройматериалы закупал, там, где наши исследованиями занимаются. Но надо взять еще кое-чего. В любом случае берем еще стройматериалы. Один лишний пока. Берем сталь. Тут возьмем ее, по чуть-чуть продают. И берем немного железных листов. Вот так вот. Три стака, в принципе, нам этого для начала должно хватить. Но нам нужна, может быть, еще ткань. Было бы неплохо. Сколько ткань? Три слочка занимает. Чтобы можно было кровати сразу сделать, ну, как можно быстрее. Для них нужна ткань и, по-моему, стройматериалы. Где-то у нас был еще магазинчик. О, вот здесь. Идем сюда. Тут, может быть, больше будет материалов. Так, берем еще сталь. Еще можно будет две сюда докупить. Пять. Так, 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 так. Спальники нам, наверное, тогда не понадобятся. Возьмем вот так вот еще пять. По-моему, там по четыре ткани надо накрывать. Возьмем десяток. Этого нам хватит. Для фермерства нам понадобится по 12, как минимум, по-моему, каждого вида растений, которые мы захотим выращивать. Хлопок, чтобы делать ткань, нам нужен обязательно. Давайте посмотрим. Я тут рюкзаков еще тоже купил. Забрал оружие всякое, которое у нас было. Мы, наверное, вот это можем не брать. И вот это мы, наверное, можем не брать. Зелененькое оставляем. А вот это, кстати, да, можно и не брать вовсе. Так, ну сюда мы складывать... Сюда можно книжек прикупить. Пойдет, да. Книжки нам для исследования еще нужны будут в любом случае. И немало. Где-то надо будет еще по рюкзакам пройтись. Купить вот таких рюкзаков с собой. Про запас, чтобы на базе у нас были для всех, например. И таких вот тоже для всех. Потому что эти рюкзаки на целых 10 снижают боевые навыки. Это очень хорошо. Это очень полезно для прокачки. Так, ну тут давайте смотреть. Мы сможем по 9 положить, да, по идеям. 9, 10. Ну тогда берем тут все, что есть, в принципе. Берем огурцы тоже. Огурцы. Почему я все время кактусы огурцами этими называю? Ну, похоже на огурцы. И берем... Не помещается предмет, да. Ну, надо будет еще рюкзаков взять. Взять пшеницу. Что еще у нас тут есть? Ну, вроде больше ничего такого, чтобы нам было нужно. Немного стали нам понадобится для строительства, может быть, турели сразу. Стройматериалов нужно будет еще взять по-любому много. Ну, у нас там что-то, по-моему, около сотни есть. Железные листы нам надо для того, чтобы мы могли производить железные листы. Тут очень хитрая такая тема, да. Чтобы производить железные листы, обработка железа нам нужна. Самое простое это ручная обработка железа, да. И здесь надо 6 железных листов. То есть, чтобы делать железные листы, нам нужны железные листы. Иду потихонечку к черной ссадине. Добрался сейчас до груза. Может быть, еще в Хэн зайдем. И смотри, что нам еще может понадобиться. И это как раз вот электродетали. Хорошо, что я про них вспомнил. Можно тоже взять пару стаков. Давайте в некоторых магазинах проверим, посмотрим. Этот нам, товарищ, не надо. Но, кстати, этот нам, товарищ, да, вполне подойдет. Отлично. Я еще пару рюкзаков купил. Берем 9 сюда. Берем риса тоже. Сколько я говорил. Возьмем 2 стака, неважно. Пусть будет с небольшим запасом. Меньше выращивать придется, чтобы потом на более крупные грядки перейти. Можно еще больше было бы набрать, да. Сразу большие грядки построить. Ну, по чуть-чуть. И зеленофрукты тоже, наверное, возьмем. 2 стака. Стоп. Надо... Ага, хорошо. Давайте стак еще пшеницы, да. И как раз зеленофрукта. Так. Но это не тот магазин, который я ищу. Тут еда. Тут одежда. Блин, тут нет хозяйственного магазина. Со всякой разной ерундой. Это строительный. Там только стройматериалы. Похоже, что нет. Но пару рюкзаков я здесь купил уже хорошо. Ладно. Двигаем тогда в Хэн. Вот это хороший магазин. Во-первых, берем книжки отсюда тоже. Сколько у нас там? 50 тысяч еще есть в запасе? Хорошо. У кого тут место есть? Давайте возьмем еще, наверное, стали. Так. Возьмем... Ну, вот так вот, допустим. Да, в принципе, вот так вот возьмем. По полной загрузим. Что еще нам понадобится? Угу. Немного стройматериалов еще здесь. Еды немного поели. Но все равно, да, ничего не поместится больше. Можно взять дополнительно листов вот этих, как вариант. И быстрее перейти на, ну, более хорошую обработку железа, как... Ну, можно, да. Так-с. Ну, и вроде бы все, я думаю, что нам нужно. Еще стройматериалов, конечно, набрать. Некоторые рюкзаки тоже поменяем. Нашим ребятам мы возьмем как раз в них стройматериалы загрузим. А так, в целом, мы готовы. Все. Топаем теперь... Тут надо обойти аккуратненько, чтобы через территорию клювастых тварей не идти. Топаем теперь в черную ссадину. И объединяем наши два отряда в один. В черной ссадине у нас тут работа кипит. Ну, во всяком случае, у исследователя. У шахтеров работа, да, сейчас немножечко поубавилась. И давайте мы сейчас возьмем, попродаем ресурсы, которые тут собрать. 200 железа здесь есть. Нужно будет несколько ходок сделать, чтобы это все выгрузить торговцу. Тут, как обычно, какие-то заварушки кто-то в город пробирается. И сейчас берем все самое необходимое для того, чтобы заложить свое поселение и начинать потихонечку уже добывать ресурсы. Там потом книжки перенесем, потом книжки будем читать уже дальше в поселении нашем. А пока... Пока давайте, может быть, еще купим книжек для исследований тоже с собой. Нам их еще довольно много понадобится. Так... По стройматериалам у нас... Давайте сейчас глянем. 88 есть. Ну, можно как раз около 20 купить здесь. Сотку стройматериалов можно еще взять с собой сразу же. И это нам обязательно понадобится для того, чтобы построить хорошие крепкие стены. Так, стой, стой, стой. Давайте книжек здесь. И вот сюда еще тоже за книжками сходим и за стройматериалами. Книжки и стройматериалы. Так, у кого тут еще есть рюкзак? Например, вот сюда можно стройматериалы загрузить. Окей. Осень. Давай. И они сейчас будут выкладывать стройматериалы эти... О, боже мой. А, не, ребро копать пошел. На удивление, не стал даже выкладывать стройматериалы пока что. Так, это мы тебе продадим. А ну, тут три штучки. Ну, возьмем еще листов, да. Это будет тоже полезно. Можно еще... А, ладно, уже не влазит. Ну, хорошо. Все. Я думаю, нам этого с головой уже хватит. И теперь объединяем наши отряды в один... Сейчас я тут порядок наведу, посортирую так, как мне хочется. Второй отряд. Я думаю, нам, ну, в ближайшее время не понадобится, пока его удалим. Так. Как дела? В норме? В норме. По дороге все-таки клювастые твари к нам прицепились, заразы. Давайте сейчас с этими разберемся. Выгрузить. Кто там баржу несет? Я баржу несу. Хорошо. Все собираемся сюда. С исследованиями все. Ио, давай... А, нет, стоп. Ио здесь остается. Точно. Я забыл совсем. Ио... Во втором отряде остается. У нас просто исследования уже проплачены книжками. И очередь еще довольно долгая. Я не знаю, смогу ли я исследовать то, что я проплатил на этом научном стенде. На другом научном стенде. Да, на нашей базе. Поэтому Ио пока останется здесь, пока все вот это не изучит. Все, все, все. Еще вот у меня роботехника уплачена уже, но почему-то она как будто бы сбросилась из очереди. И скелетные ноги роев тоже книжками я проплатил. А они почему-то сбросились. Не знаю, что там, как случилось. Но, в общем, это дело сделано. Эти две книжки Ио потом нам принесет. Плюс еще немного барахла тоже принесет. Так, хорошо. Нам нужно теперь загрузить стройматериалы. Я хотел еще рюкзаков купить. Тут у нас есть строительный... Не строительный, а туристический магазин. Я уже не помню. Вон, есть. Тут у нас еще оружие собралось немного. Заберем его с собой. Протезы тоже заберем. Это все барахло, в принципе, на продажу. Потом пойдет. Сейчас не будем этим заморачиваться. Так. Здесь еще один рюкзак такой возьмем. Книжки, книжки, книжки остались. Окей. Все. Забираем, значит, стройматериалы. Всем, кем сможем забирать стройматериалы. И главное сразу же увезти отсюда всех, потому что они будут пытаться выгрузить все эти ресурсы на склады. Как им сказать, что не надо? Глупостями такими заниматься я, если честно, не придумал. Давайте, наверное, всем, кто без рюкзака, тоже выдадим стройматериалы. Пусть таскают по чуть-чуть. Все равно, когда мы придем на место строительства нашей базы, строить будут все поначалу. Тут без вариантов. Немного, немного не влезло. Но нам хватит того, что у нас есть, это точно. Точно. Просто хотелось бы унести все сразу, но все сразу не получится. И так куча всякого барахла несем. Нужно будет еще за книжками сюда сходить, потом попродаем мечи вот этим. Но в целом мы готовы. Мы готовы. Весь этот отряд сразу сваливаем из города. И пока мы бежим, немного по поводу места под базу. Я довольно много времени потратил в игре на поиски именно места какого-то более-менее красивого. И до записи этого прохождения тоже очень много часов следовал мир. Но я так и не нашел какое-то место, где бы я проходил и подумал, блин, какое классное место. Хочу, чтобы у нас была здесь база. Визуально мне тут практически нигде не нравится. И как бы есть красивые места, да, с какими-то крупными обломками, руинами прошлых цивилизаций. Особенно когда, если еще на фоне там планеты появляются, да, то это выглядит весьма-весьма приятно. Вот. Но все равно даже такие пейзажи, они довольно мрачные. И я прекрасно понимаю, что по задумке разработчиков, да, по лору, игра должна быть мрачная не только по своему наполнению, с людоедами разными, с отрубованием конечностей, с рабовладельцами и прочим-прочим, да. Но и визуально тоже должна иметь такую определенную мрачную стилистику. Поэтому везде у нас тут все такое ржавое, пустынное. После падения прошлой цивилизации мир остался не в самом лучшем состоянии. Вот. Но тем не менее, как бы хотелось бы, чтобы были и более приятные места на карте для строительства базы. Но по моему вкусу я ничего приятного на самом деле не нашел. Так, хорошо, мы примем смерть. Давайте. Это... Мелкие бандиты. Кстати, у этого окропленного, кажется, или просто... Не, у него, кажется, как будто бы другого цвета, не такого коричневого доспеха, как у всех. Сейчас посмотрим. Вот. Поэтому мы будем выбирать место, исходя из полезных ресурсов. Исходя из того, что есть в целом на территории, где мы будем строить поселение. Потому что визуально, ну, я не нашел того, чтобы мне понравилось. И мы идем через локацию под названием Зеленый берег. Через территорию крабовых налетчиков. Куда мы тут зашли вообще? Деревня. Это, по-моему, кстати, нейтральная деревня. Давайте заглянем туда. Там, может быть, таверна есть? Вдруг нас там скелет ждет какой-нибудь. Вот. И... Зеленый берег, хоть и не зеленый вовсе, но территория довольно интересная. Есть отличные места для строительства базы с ресурсами... А, стоп, нет, тут закрыто. Это... Не нейтральная деревня. Кто там ходит? Я кого-то видел. Ты кто? Песок. Дохлако... Стоп. Вроде не... А, вон бар есть, да. Погодите, погодите. Может, они... Там в десять открываются? А, вон вход... Нет, там тоже закрыто. Рыбацкая деревня. То есть нейтральная вполне себе... И дохлакот, да, это фракция... Точно такая же рыбацкая деревня у нас здесь. Но тут что-то как-то закрыто. Странно. Никто не будет против, если я зайду. Как здесь может в баре тогда скелет оказаться, если... Здесь дверь закрыта. Правильно? Ну, хайверы есть. Чем скелет хуже хайверов? Джимбад. Арфа. Ясно. Ну, нам эти товарищи не интересны. И больше здесь ничего нет. Ну, вроде никто не против, что я дверь открыл. Так, хорошо. Так вот, насчет зеленого берега. Здесь есть, например, вот этот вот остров. Отличный, крупный остров. Если выгнать из этого острова всех крабов, которые там могут обитать, то там можно построить весьма хорошее большое поселение. Это, по-моему, мы как раз вот на этот остров смотрим сейчас. Ну, подойдем ближе сейчас. Тут у нас баржи. Из былых времен на берег вынесены. В большом количестве валяются. Диалогов там никаких не было у наших ребят. Ну, только бипсы. А оно общается, и все. Так. Немного крабов, но мы пока пропускаем крабов. Мы на них еще насмотримся. Да, вот это вот остров, где можно неплохую базу сделать. Если хочется, то можно сделать вход в базу со стороны воды. Но я где-то слышал, что если к базе нужно плыть, то это ломает поиск пути для рейдов, которые на базу будут идти. И они могут просто не прийти из-за этого. Здесь есть несколько залежей железа на всем острове. Несколько залежей меди на всем острове. И можно неплохо так стенкой окружиться. Да, и довольно большая территория. Более-менее ровная. Доступная для строительства есть. Да, там опять БИПС. Оно общается. Да, конечно, он сломан. Мы знали, когда его принимали. Здесь обитают крабовые налетчики. У которых можно купить краба, если хочется. Но мы пока прям не будем сейчас крабов покупать. И их торговцы будут торговать только с союзниками, если я не ошибаюсь. И союзникам с крабовыми налетчиками можно стать несколькими способами. Как оказалось. Я знал только об одном. Это просто прийти в столицу и поговорить с лидером крабовых налетчиков. Сказать ей, как я люблю крабов и какие они классные. И, в принципе, мы сразу же становимся союзниками крабовых налетчиков. Они перестают на нас нападать. Они как бы нейтральные, да. Но их патрули периодически на нас будут нападать. Потому что мы без краба. Если купить краба с собой и таскать, то все равно они, по-моему, нападают на нас. Пока мы союзниками не станем. Ну, короче, не суть. Но есть второй способ. Это выиграть крабовый турнир. Как только... Ну, не как только, в общем. Когда крабовые налетчики узнают, что у нас где-то есть поселение на их территории. Они воспримут нас за своего конкурента. Разводчика крабов неизвестного. И начнется крабовый турнир. Они будут в 4 раунда приходить к нам на базу. И с каждым раундом нападения будут все сильнее и сильнее. Крабы будут все больше и больше. Противников будет все больше и больше. И если мы выиграем в турнире, в финальном раунде турнира, если выиграем, то мы становимся союзниками с крабовыми налетчиками. Довольно интересная система, да. И я бы с удовольствием поучаствовал в этом турнире. Как раз крабовые налетчики довольно сильные противники. У них статы под 50. Ближе к камеру. Ну а если мы, кстати... Рано или поздно мы доберемся до них? А, нет, не доберемся. Все, даже свободная камера эта новая дальше обзора особо не позволяет выходить. Ну ладно. Ну короче, статы у них под 50. У них хорошая броня. Они очень тяжело бронированные. Так, на осень кто-то нападает. Это краб. Окей. Давайте. Крабы сами по себе... Ну такие, разные есть. В зависимости от возраста. Есть гигантские крабы, которые пожилые. У них статы под 60 тоже. Вот. Но это еще небольшой краб был. Мы, наверное, лутанем. Заберем мясо. Крабовые палочки себе. И идем дальше. Тут вот тоже, да. Вот эта территория. Мне земля не очень нравится. И она тут везде примерно такая. Но мы, кажется, уже вот видим то место, где у нас будет база. Смотрите, да. Тут прям красивая, большая, ровная территория. Но для начала мы построим небольшие укрепления на возвышенности рядом. Мне очень понравилось это место. По-моему, это это место. Потому что есть возможность для дальнейшего расширения, если захочется большое поселение сделать. И... Оп, стоп. Кто тут? Кто тут на нас нападает? А, много мелких крабов. Много ресурсов. На всем крабовом берегу хорошее очень плодородие. Можно выращивать большую часть растений с весьма хорошей эффективностью. Нам яйца крабов пока не надо, но мы, если что, потом заберем. Так, идем дальше. Что-то мы еще медленнее идем уже, да. Что у нас там? У кого проблемы совсем? Два скоростью баржи. Обалдеть. Ну, мы практически уже дошли. Еще одно... Блин. Еще одно поселение крабовых налетчиков тут рядышком. Тихо-тихо. И, ну, не надо туда идти. Не надо, идем дальше. Давайте, наверное, ину поставим в удержание позиции. Пока что. Так, крабовые налетчики идут. Я пока не хочу им на глаза попадаться. Блин, откуда целая стая крабов тут? Я прям по ним пошел, да ночью не заметил. Еще одно гнездо крабов, да, было зачищено. Так, бинтуемся все. Так, крабовые налетчики прошли. Окей. И мы, в принципе, добрались, да. Сейчас посмотрим. Тут никого больше нет. Вон еще отряд крабовых налетчиков. Ну да, и здесь получается большая ровная территория, если захочется большое поселение сделать. И, ну, будет что строить, я пока не знаю, что там у нас дальше, потому что более глубоко строительством поселения я не занимался еще. Ну и у нас не так много людей, чтобы прям очень большое поселение делать, да, поэтому нам прям такая большая территория не пригодится, но она есть, если что, вдруг. Более интересно и более важно это вот эта возвышенность. Потому что здесь у нас есть, во-первых, много хороших, интересных ресурсов. Это две залежи меди. Вторая вот здесь, одна здесь, одна здесь. Много железа. Здесь два куска железа, по-моему, и здесь еще как минимум три куска железа. На каждом железе по три человека может работать. Здесь есть глюк еще. Тоже я это заметил уже неоднократно, так как несколько раз приходил в эту локацию, проверял, хочу ли я здесь строиться или не хочу. Если сюда прийти первый раз, ну первый раз в игре, то вот этот камень, его как бы нет. Наши персонажи могут как будто бы через него пройти. Давайте поднимемся здесь, в принципе, не проблема. И таким образом кажется, мы просто через камень прошли. Таким образом кажется, что здесь два прохода на вот эту возвышенность. Один здесь и один здесь. Больше сюда никак не забраться. Здесь есть подъем наверх, на ровную территорию. Да, вот здесь тоже можно будет каких-то домов построить, если захочется себе. Отсюда в целом тоже вид какой-то есть неплохой на море. Посмотрим, посмотрим. И тут тоже какие-то обломки. Ну в целом, в целом неплохое более-менее место здесь, да? Хотя опять же вот визуально цветовая гамма, это не мое. Но если сохраниться и загрузиться, по-моему, я в игру перезаходил тогда, ну по-моему, Save Load просто тоже пойдет. Этот камень нормально прогрузится, и через него пройти нельзя будет уже. Итого остается только один подъем на эту возвышенность. То есть нам нужно будет здесь укрепить один проход, и его можно будет довольно неплохо оборонять. Так, долгая загрузка что-то. Окей, загрузились. Загрузились. Давайте возьмем сейчас кого-нибудь и... Да, все, через этот камень мы не можем пройти. Тут, наверное, просто из-за того, что пока мы сюда идем, игра прогружается, 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 а этот камень что-то глючит, и он не прогружается как таковой. Ну как физический объект. А после Save Load дойдет у нас нормальная загрузка территории ближайшей, и он нормально прогружается, и здесь уже зайти, спуститься нельзя. Ну вот. Так, 70 статы пожилого краба, да? Да, 76 ловкость. Крабик такой неплохой. Плохой. Ну, в общем, мы пришли, да? Давайте будем строить оборону здесь, чтобы все эти крабы к нам случайно сюда не приходили на эту возвышенность. Вот. И... У нас довольно много технологий уже изучено, еще немало технологий впереди, предстоит изучить, конечно же. Но нам, чтобы более-менее комфортно жилось, нам нужны стены. Это как минимум избавит нас от бродячих крабов. Крабовые налетчики будут к нам в гости заходить. Я, правда, еще не знаю насчет спавна. Спавнятся ли... Существа. Будут ли тут кто-то появляться у меня на этой возвышенности, например, вроде как в отдалении от меня, или как это будет работать, я даже не знаю. Ну, это посмотрим. В любом случае, да. Первым делом, наверное, поставим ворота. Давайте подумаем, как у нас это будет. Нет, первым делом мы построим стену вот здесь сверху. Тут интересное место, с которого можно будет обстреливать противника, который будет к нам идти. Так, только я бы хотел... Ну, пусть будет... Вот этот вариант мне в целом нравится, наверное, вот так. Такую стену сделаем. Да, все, кто будут пытаться зайти сюда, мы будем с этой стеночки их отстреливать. Здесь мы поставим пандус. Пандус. Два места под пандус. Наверное, вот здесь я поставлю один пандус. Здесь, может быть, еще башню потом поставим. Если поместится, давайте посмотрим. Наметим, может быть, сразу себе... Это у нас... Здание. И у нас исследована вот такая вот дозорная башня. У этой башни есть как раз крепление для турелей. И мы можем ее где-то вот так вот, наверное, поставить. Весь этот мелкий мусор, который не является рудой, он поисчезает потом со временем, если я не ошибаюсь. Как и вот растения. Когда мы строим что-то, растения потом не прогружаются, если они рядом с строениями. Так, башню можно потом на паузу будет поставить. Тут довольно много стройматериалов, листов. У нас пока нет такого количества ресурсов для всего этого. Ну и нам нужно в первую очередь стены построить. Так. И ворота. Ворота мы можем вращать немного вот таким вот образом. И можем вращать вот таким вот образом. Стрелка показывает на наружную сторону. Так. Ну, тут где-то было прям место зелененьким только что подсвечивалось. Нет. Ну, где-то вот так вот будут ворота стоять, я думаю. Более как-то ровно поставить их не получается. Но это в целом неплохо. И здесь мы, наверное... Я понял, надо чуть-чуть дальше все-таки ворота поставить. А то стенка не соединяется, так как мне бы хотелось, чтобы она соединялась. Во, вот так. Получается более-менее цельная стена. И дополнительно бойницы, которые позволят постреливать по нападающим здесь. Ну и теперь надо сделать стену... Вот от ворот до... До сюда куда-то. Не знаю, как мы тут сделаем сейчас. Потому что тут придется... По горе стену вести. И это не очень удобно, не очень приятно. Ну, короче, вот как-то так получается. Это мой лучший вариант. Тут, кстати, по-моему, в стенке кусок. Который было бы неплохо забрать. Вот. Соединение... Ну, нормальное. Нормальное. Здесь тоже более-менее без сильных таких наезжаний стен друг на друга. Да. Небольшие такие есть. Но, в принципе, норм. И без щелей, кажется. Кажется, без щелей. Но это не точно. Насчет щелей нужно проверить. Потому что иногда бывает стенку вот вроде ведешь. Вроде прямая ровная стена. А на самом деле через нее можно пройти. Через сегменты. Тут нужно осторожно. И перепроверять, конечно же. Что в итоге вышло нужно. Так. Тут, наверное, тоже пандус поставим. Здесь нам, наверное, и не надо. Ну, и вернем здание. Здание. Дозорную башню. Развернем ее вот так. Пожалуй. И как можно ближе к стенке построим. Нажимаем. Готово. Нажимаем на паузу. На паузу, говорю. Сохранимся здесь еще тоже на всякий случай. И приостанавливаем вот это строительство. Потому что у нас стройматериалов не так много. А это пока, да, дороговато будет. Но просто мы наметили. И хорошо. Нужно сбросить приказы нашим ребятам. И приказать им идти строить все остальное. Кроме вот этой башни. Остальных тоже подведем поближе. Пусть занимается. Так. Ну, и в первую очередь завершим стенку. Не будем распылять наших строителей на разные строительства еще. Нам нужно сделать оборону. Пока нас не заметили крабовые налетчики. Ну, и давайте скорости добавим. Тут особо смотреть не на что. О, все. Пошли строить. Да позагружали ресурсы. В некоторые части. Ворота строятся очень долго. Кто-то на нас напал. Откуда здесь краб появился? Интересно. Давай, Макс. Забери немного крабовых палочек. Идет еще стая крабов к нам. Мы, наверное, уйти не успеем. Достроить тут... Спрятаться за стенку можно? Нет, они просто идут себе к нам и все. Ладно, давайте с ними разберемся. Как бы не хотелось на них отвлекаться, но придется, придется. И строим дальше. Давай, давай, давай. Пошли. Это небольшие крабы. Быстренько перебинтовались. И давай, 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 давай. Побежали строить. Так. Еще краб. Как тут дела? Состояние пока пятерочка. Ну, сейчас многие уже строят. Должно пойти дело побыстрее. И строят обязательно все. Стоп. Откуда ты отсюда прибежал крабовый налетчик? Откуда ты бежишь? Откуда ты бежишь? Может быть, нас не заметили? Может быть, нас не заметили? Давайте скорости добавим. Краба убили. Так. Это что такое? Нет, он таки нас заметил. Давайте быстро бинтуемся. Это вторжение. Соперничающая колония прибыла. На битву краб против краба. Да будет так. Испытаем наши навыки дрессировки крабов. Я еще даже стенку не успел построить. А уже пришли ко мне крабовые налетчики. Обалдеть. Турнир крабов! Турнир крабов! Быстренько достраиваем стену хотя бы. Хорошо. Нам тогда надо построить ветряк еще быстро. После того, как со стенкой мы закончим. Ветрогенератор. Здесь, ну, более-менее нормально с ветром так. Можем поставить вот куда-нибудь. Куда-нибудь куда. Его никак покрутить не получится. Ну, только так вот. Я бы хотел вот тут перекрыть, чтобы никто не ходил. Наверное, ветряк не перекроют, мне кажется. Здесь путь. Было бы прикольно. Давайте попробуем. Один ветряк. Так. Нам надо еще медь. Будет обязательно. И несколько гарпунных турелей, может быть, мы успеем сделать. Слитки стали у нас есть. Железные листы у нас есть в запасе. Давайте, наверное, сделаем две гарпунные турели. Ну, и так как башни у нас пока что нет, придется гарпунные турели ставить сюда. Может быть, со светом сразу было бы прикольно. С подсветочкой. Давайте, да. Электродетали. Медь, слитки стали. Да, все это есть. Одну сюда и одну сюда поставим. Главное теперь успеть достроить. До наступления турнира у нас один день и три часа. До начала. Путник. Тут в каньонах... Крабовая атака. Блин. В каньонах жертвы встречаются не часто. Крабовая атака. А, стоп. Он пошел куда-то... Нет, он... Он этих проигнорировал и побежал куда-то. Но я не против. Пусть себе бежит. Он еще один прибежал. Тут сейчас... Будет драка таки. С крабовыми налетчиками еще до турнира. Блин. Эти крабов бинтуют. Фобос еле-еле тут ходит. У кого-то тут в стенку мы вжали. Но тут мне, конечно, не нравится. Надо было, может быть, как-то вот... Наверх попробовать стенку подвести. И вот по этой части... Стену бахнуть. Может быть... Но мы потом перестроим. Если что, попозже. Это не проблема. Сейчас главное... Пережить тут... Пережить тут... Несколько нападений. Дальше будет попроще. Между турами в крабовом турнире. У нас будет по несколько дней, чтобы... Отстроиться. Так. Ну и раз нам броньку новую принесли. То мы, пожалуй... Эту броньку будем использовать. Надо только придумать... Кто ее возьмет. Например, вот. Да. Макс возьмет броньку. Это броня аналогичная, в принципе, нашей, которая у нас была. Аналогичная вот этой вот броне. Но она лучше. Сильнее защищает. Ну и штрафы немного больше. Но там, в принципе, небольшая проблема. Все эти штрафы, по большому счету, для прокачки нам как раз то, что надо. Нам надо отправить, наверное, уже... Хороших рабочих. По типу пуха, например. Надо только разгрузить его, пожалуй. Что там у баржи у нас? О, у баржи, да, почти ничего нет. Хорошо, пух. Давай, иди к барже разгрузишься сейчас быстренько. И идешь копать медь. Вот сюда. Инженерию тебе убираем. Тебе она не надо. Логан. 79. Пойдет. И есть немного места для медь тоже, если что. Тоже идешь копать. Два. Нам, наверное, четыре человека надо туда отправить. Инну. Идешь копать эту медь. И ожог тоже давай вот сюда. Копаем быстренько медь. И пока строим ворота. Вот только-только мы ворота достроили. Закрывать ворота вообще гиблое дело. Потому что ворота ломают очень быстро и легко. И даже союзники, которые захотят просто пройти или выйти, например, или зайти, они будут просто ломать ворота. Поэтому, да. Мы будем закрывать ворота перед атаками. Скорее всего, только. Ну и, не знаю, посмотрим. Может быть, будем периодически закрывать. Сейчас как раз светло. Хорошо можно посмотреть на эту храбовую броню. А, еще у меня там, по-моему, стоит у некоторых... У Бипа пассивно стоит. У баржи... У баржу нет. Мы баржу пока на пассиве будем держать дальше. Хорошо. О, там у нас есть налетчик один. Места пока не так много, чтобы идти. Давайте, Логан. О, еще один бежит. Да камон, мы сейчас будем с ними драться целые сутки. А потом начнется турнир и к нам еще придет целая куча налетчиков. Давайте уже быстренько добиваем их. Да пошли. Но вообще приодеться в их броню нам было бы неплохо. Давайте вот так, вот так. Особенно... О, особенно, да, в зеленую броню. О, шикарно. Вот пух тут... Отличную броньку себе откопал. Так, так... Ну, и на них тренироваться, конечно, очень хорошо. О, еще краб пришел. Так. Осень. Тут у нас налетчик вон валяется. Вообще, можно свою броню просто повыкидывать сейчас. И пойти одеть их в броню. А потом я свою броню поподбираю. Они, я не знаю, берут с экипировку или нет. Не уверен. Но этот вариант будет вполне себе неплохой. А, стоп. У этого только шлем. Давай сюда. Единственное, что у меня лучшее из того, что есть, это... Штаны у Галактрона. Ну, мне, во всяком случае, больше нравятся. Еще клювастая тварь тут. Так, Макс. Нет, подожди, подожди. Давай, Галактрон сюда идет. Броньку берем. Поймали на краже. Поднять. Берем. Оружие не влазит. Штаны. Да, штаны вот эти наши лучше. Просто потому, что они дополнительно еще живот покрывают на 50%. А эти только ноги, и то на 95. Поэтому... Поэтому... Да. Так. Отпустить. Ну, давайте уже... Добейте их, боже мой. Нам надо, чтобы хоть кто-то шел строить, потому что это бесконечная тягомотина с ними будет. Кому еще надо? Вот как раз ребру надо приодеться было бы. Деймосу... Тихо, тихо, тихо. Не знаю, что ты там делаешь, но не надо этого делать. Что ты творишь? Так. Спасибо. Оружие... Я даже не знаю, выкидывать... Если выкидывать оружие, они подбирают его? Или не подбирают? Так. Вот ожогу надо. Блин, ожог не копает. Никто ничего не делает, пока мы тут деремся с ними. Хоть... Можно, кстати, было бы попробовать поднять их, да? Выносить с собой. Но это было бы... Долго. Слишком. Ну, медленнее бы намного мы ходили до этого. Было бы, наверное, еще хуже. Так, все. Быстро идем... Копать. Стоп. Инженера убираем. Инженера убираем. Я забыл им инженера убрать. Пуху убрал. А не вот этим убираем. Пошли. Опять встали. Сколько времени у нас? Не, ну еще 21 час у нас в запасе есть. Хорошо. Не так-то много времени прошло. Я думал, тут уже прошло. Я не знаю. Миллион часов. Ну, идите копайте. Хватит. Хватит драться. Так. Ребро еще у нас. Омега. Ну, давай, омега. Мне что-то казалось, что мы омегу одевали. Но, видимо, нет. Отпустить. Отпустить. Так. И надо, чтобы ребро себе тоже кого-нибудь нашел. А, и мрачному Нилу вон еще надо. Так. У этого, вроде бы, есть полный набор. Отлично. Заодно посмотрим, будут ли они использовать то, что мы выкинули. Ту броню. Будут ли подбирать. Бипу надо еще. Бипа надо было бы неплохо в чувство привести для начала. Хорошо. Все новые и новые приходят. Все в броне. Все приходят и приходят. Самое хреновое, да, что вот если я ворота закрою, их очень быстро поломают. Но потом нам их придется очень долго ремонтировать. Так, фобос. Но эти с кулаками, это не проблема. Зелененькая, хорошо. Нужно будет их потом собирать, чтобы полные сеты у нас у всех зеленые экипировки были. Баржа на пассиве в стар... Стоп, а откуда эти крабы пришли? Как узнать, откуда пришли эти крабы? Ину застрял. Так, все. Давайте работать. Все бросайте это гиблое дело. Чем вы тут занимаетесь? Бить этих налетчиков проклятых. Давайте сейчас ребру быстренько. Экипировку обновим. Вот этот цветной опусть, чтобы я ее не потерял на всякий случай. Так. И здесь у нас... Тут меди не хватает теперь. Нам вся загвоздка в меди. Пух. Ставим пуха на пассива. Иди копай. Логана тоже ставим на пассив. И ожога тоже ставим на пассив. И ину тоже пока временно на пассив ставим. Пусть быстро копают. Нам нужна эта медь. У них наибольшие прокачанные навыки. Нам надо срочно... Чтобы они... Накопали нам... Получается сколько? Здесь нам надо... Пять. И здесь нам надо восемь. Слитки стали у баржи. Так. Сейчас я... Или не я... А например... Омега пойдет у баржи, возьмет... Немного стали. Вот так вот. И идет, загружает. Нет, ты не дерешься ни в коем случае. Идешь, загружаешь сталь. Пух и Логан ремонтировать бежали. Только что наших. Придется им медика отключить, наверное. И... Чтобы они только копали. Потом включу, наверное. Потому что, ну, это... Нам нужно срочно... Срочно накопать меди. И построить хотя бы вот эти две несчастные турели. Но мы хотя бы все приоделись. Все, кроме БИПа, кстати. БИП. Кома до поправки. 35. 34. Еще... Ну, какое-то время будет лежать. А у нас брони для него нет. Надо было, наверное, взять... С кого-нибудь... Блин, потемнело. Ничего не видно. А там, наверное, все поуходили. Если на ком еще броня была, да? Поуползали. Они через время просто уходят. И для этого тоже надо, чтобы ворота были открыты. Чтобы они могли спокойно себе уйти. По времени. Что у нас? 15 часов. Ну, хорошо. Не так много времени проходит. Пока. Железные листы. 10 штук. О, стоп. Так. Давай баржа сюда. И... Омега. Давай. Обмен с баржей. Ну, может быть, не Омега, а кто-нибудь. Кто-нибудь другой. О, тут поместится. Нет, пух. Не надо. Да что ты будешь делать? Обмен. Ладно, выгрузим. Вот так. Вот так. И нам хватит, чтобы взять 9 листов. И хватит, чтобы потихонечку загружать. И можно еще, наверное... Так, баржа, давай зайди сюда. Да быстренько Омеги кинь. Еще листов. Так, хорошо. По идее... По идее... Есть у нас же еще листы. О, у нас больше листов нет. А, есть 9 штук еще. Стоп, у Омеги 9 штук. Здесь мы один еще загрузим. И у баржи еще 2 листа было. Хорошо, нам нужно базовых хотя бы там немного листов, чтобы можно было больше взять, конечно. Но я не ожидал, что на нас прям так сразу... Эм... Эти самые... Крабовые налетчики налетят со своим этим турниром, блин. Так, там, наверное, уже... Есть... Хотя бы немного руды. Наверное. О, не поместится. Ну, давай. А, стоп. Ину копает. Тихо, тихо. Не отвлекайся. Можно вот так сделать. И пойти ребром за... За рудой. Так, нам подходить прям близко не надо. И 4-8 штук у нас есть. Хорошо, быстренько. Сначала ветряк загружаем, потому что без энергии нам не понадобятся турели. Медь есть. И теперь... В сами турели загружаем. И здесь медь есть. Нам теперь надо еще 4 штучки накопать. И это вот-вот уже случится. Так. Бежим потихонечку сюда поближе. И отсюда... Одна только. Не уходи далеко. Не уходи далеко. Не уходи. Не уходи. Давай-давай. Еще одну дождемся и пойдешь. Давай. Оп. Есть. Все. Давай. Давай. Так. Хорошо. Бип у нас, если очнется... Не факт, что он очнется. Я бы его на турель посадил бы, конечно. Одной меди еще не хватает. Стоп. Серьезно? Где-то я просчитался, наверное. Верно. Так. Давай сюда. Крабы возле Бипа ходят. Питание не активно. А, потому что да. Потому что когда только кто-то сядет за турель, тогда будет уже активно. Да-да-да. Все верно. Все верно. Давайте посмотрим, как у нас по повреждениям. Только Бип один у нас страшно раненый. Надо было все-таки спальники оставить. Я думал, блин, я успею построить хоть что-то здесь. Но ничего не успел. Так, хорошо. Что мы еще можем сделать? Две турели у нас есть, которые будут стрелять по врагам. Ворота у нас есть. И... Вот тут, кстати, все-таки довольно кривая стена получилась. Ворота, кстати, я не проверял или проверял? Можем ли мы выйти? Не можем. Ворота хорошо работают. Краб застрял. Выходи. Выходи. Так, хорошо. Мы, наверное, можем теперь что-то полезное сделать. Пока мы все равно особо нечего делать здесь. Ждем турнир. А, во-первых, да, полезное. Стоп, давай. Все собираемся. Это у кого у нас? У Мрачного Нила. Куча оружия. Дэймос где-то встрял. Все-таки там, да, не перекрылась территория. Так. Нам нужно убрать все катаны полностью. И оставить только оружие потяжелее. Давайте, да, наверное, проще будет в баржу загрузить стройматериалов немного, которые много очень места занимают. Так. Возьмем, например... Ну, можно дубину тоже взять, как вариант. 30% пробития доспеха. Но лунный тесак смотрится поинтереснее. Так. А кому мы даем? Я уже забыл. Логану. Тут можно дубину взять, да, как раз. Здесь... Можно получше, наверное. На Генната. В принципе, вариант неплохой. Но... Наверное, не очень хороший. Все же. Давайте лучше еще один лунный тесак дадим. У ребро нет вообще ничего. Вот такая штучка у нас еще есть. Пробитие доспеха минус 15. Но сама по себе штучка-то довольно солидная. Не знаю даже. Можно, да, дубину такую тоже взять в руки. О, у нас еще есть тесак для мяса. Весьма неплохой. И вот такая вот еще булава наемника у нас есть. Ну, хорошо. По скиллам, конечно же, я не смотрел. У кого что там прокачано, у кого не прокачано. У нас, кроме катан, по большому счету особо ничего и не прокачано. Поэтому, я думаю, это не так важно. Вот. Поэтому, да. Можем теперь заниматься, наверное, сколько там по времени? 9 часов еще целых у нас. Целых 9 часов у нас есть. Можем, да. Обустройством базы заниматься. Первым делом, первым делом построим гибридную каменоломню. Она позволит нам добывать камень и сразу же автоматически перерабатывать его в строй материала. Два в одном. И всего лишь один человек работает. Нам этого хватит, я думаю, надолго. Так. Давайте размещаем как-нибудь. 83, 4, 82%. 2% это наш лучший вариант здесь. Дальше только меньше. Сверху на горе тоже нет, по большому счету, ничего. Есть 100% камень снизу. Мы потом перейдем туда, на нижние части, да, когда будем расширяться. Ну и там будем добывать уже более эффективно. У нас к тому времени еще гибридная каменоломня улучшится, по-моему. И сюда нужно загрузить в первую очередь стройматериалы. Потому что, да, это позволит нам получать дальше стройматериалы. Потом. Нам надо обработка железа. Давайте сейчас еще разок посмотрим, что у нас по листам осталось. 7 у Омеги. И кажется, это все. Мы все остальное потратили. 8, 9. 9. Нам, по-моему, 10 надо на что-то более лучшее, чем ручная обработка железа. Да, 10 надо. Ну, ладно. Пока что будет ручная обработка железа. От этого мы никуда не денемся. Давайте этот паровоз поставим где-нибудь вот здесь. Сразу у нас еще остается несколько железных листов для того, чтобы можно было поставить эти самые контейнеры для хранения, например, того же железа. Железный лист. И мы здесь будем, наверное, железо сразу хранить. Здесь. Ну, где-то вот, может быть, здесь. Между вот этой рудой и самой этой переработкой. Дальше листы железа. Листы железа можем тут поставить. И у нас еще один... Одна, по-моему, остается. Один лист, если я не ошибаюсь. Давайте для меди сделаем хранилище тоже где-нибудь тут. Так, пока что. Еще мы, наверное, можем для еды сделать, потому что тут стройматериалы нужны только. Если я вот поставлю тут. Может быть, не смогут проходить здесь. Людишки. Для мяса тоже корзину сделаем. Тут ее поставлю, не знаю. Мне кажется, мешать они не будут сильно. И... А, да, для стройматериалов тоже было бы неплохо. Стройматериалы. Ну, наметим просто пока. Стоп, а куда делось? Я, наверное, не подтвердил. Да, и пошел что-то смотреть другое. Это фиаско. 82%. 83% даже получилось втиснуть. И хранение стройматериалов здесь же рядышком. Как-то так. Все, готово. Готово. Ну и можем идти заниматься всякими своими делами еще немного времени. Баржа может теперь еду разгрузить. О, стоп, 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 стоп. Я только баржу хотел сюда отправить. Но хлеб не совсем еда, поэтому в контейнер для еды положить нельзя. Для хлеба нам нужен отдельный контейнер. Ну, хотя бы так. Да, немножко больше места у нас будет. И может сейчас как раз контейнеры. Стоп, у нас один лишний контейнер получается. Нам надо в первую очередь построить... Так, Омега. Иди сюда. В первую очередь построить... Да, 6 железных листов сюда загрузить. Обязательно. Все остальное потом. Давай еще сразу два. Или сразу не загружаешь, да? Потому что нам надо... Чтобы мы могли производить железные листы. Обязательно. Эта штука в первую очередь в приоритете. Так. Кто там к нам пришел? Ну, это без брони тут ползает товарищ. Ну, смотрите, они застряли. Это хорошо. Как бы это странно не звучало, но это хорошо. Значит, может быть не смогут проходить здесь. Поднять... Подожди, подожди, не убегай. Положи его. И теперь... Поднять мрачного Нила. Поднять. Хорошо. И отпускаю его. Все. Все занимаемся... Своими делами. Какими кто захочет. Бип скоро, может быть, в чувство придет. И, может быть, успеет за 6 часов чувство прийти даже. Было бы хорошо. Я бы его сразу посадил бы на турель. А остальные бы уже там дрались спокойно. Так. У-у-у. Тихо-тихо. Омега. Фух. У нас есть еще немного листов у баржи. Омега решил не загружать листы в обработку металла, да? Куда я приказал ему... Ну, как бы... Что я приказал ему строить. А пошел заниматься другой какой-то ерундой. И построил, наверное, вот эту вот штуку. Все. Ну, теперь у нас уже есть обработка железа. Теперь можно тратить все ресурсы, как хотим. Потому что у нас все есть, что нам нужно. Строй материалы. И, собственно, обработка железа. Ящики для железа тоже есть. Тут все хорошо. Нам всего, в принципе, хватило как раз. И... Нет, сначала надо эту штуку достроить. Туда первым делом. А потом уже башню можно будет подрубать. И на башню сверху поставить. Турели потом можно будет. И... Сверху... Будем больше урона наносить. Лучше будет немножечко защита. Так... Ящик для меди нам не хватило. Окей. Не проблема. Давайте пойдем... Бросим медь пока что. Нам она не к спеху совсем. Логан и... Пух. Идут сюда. Пока что какое-то время придется тут... Ну, немного микроменеджментом таким заниматься. По распределению рабочих. Дальше будет чуть попроще. Когда у нас добыча руды будет в виде бура, на котором только один человек будет работать. У нас будет обработка железа тоже автоматическая, куда нужно будет просто иногда приходить загружать железо, собственно. И все. В принципе, будет немного проще. Но к тому времени у нас там и фермерство появится, и крафты всякие. Поэтому все равно народ будет занят. Так. А еще я бы хотел иконочку такую, типа, как в стратежках там разных. Что, типа, персонаж бездельничает. Так. Бипом мы убираем, наверное, медика, роботехника пока что. И ставим его чисто на турель. Чтобы он никуда с этой турели не уходил. И пусть еще потренируется. И на турели у нас, наверное, будет... Ину сидеть, потому что точная стрельба прокачана хорошо. На турели она, наверное, работает. Я предполагаю. Потому что турели тоже имеют френдли фаер. Вот. Но хорошо. В целом все довольно удачно. И через час у нас турнир начинается. Тут уже тоже можно работать, начинать. Давайте. Я потихонечку тут буду заниматься делами. Инженера себе уберу. Вот. Но турнир у нас будет уже в следующей серии. Мы, главное, переехали. Бип там уже по кому-то стреляет. Не знаю, по кому. Но по кому-то... А, вон по кому стреляет, да? И вот еще тоже. Ну, как раз потренируется немного. У него часик есть. Хорошо. Пока что на этом. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Начало нашей базы заложено. Как минимум.